мои дорогие телезрители я рад приветствовать вас в новом выпуске вот мы только въехали на территорию национального парка который называется файфер национальный парк файфер big sur национальный парк да вот и продолжаем по нему движение еще 18 километров двадцать одну минуту и мы прибудем на нашу . еду музыку слушаю хотел только поснимать братан звонит круто миллионер стали с немецкого номер на американский он говорит ладно походу по ватс и попытается дозвониться у меня просто связи нет вообще здесь глушь так скоро приедем вот такой национальный парк о да о да сколько там много воды но цел океанище так что едем в джунглевом мустанг кабрио старенький в джунгли въехали в какие-то просто прелесть ребятки я обалдю вот это да вот она дорога просто ну просто посмотрите на это вот она обалденный асфальт кстати здесь сделать но даже полосочки видно его недавно клали это главный хайвей единичка короче первый хайвей и вот видите вот он океан амбулянтка 25 миль в поворот красиво очень как красиво здесь можно видите кармашки везде остановился налюбовался океаном и дальше поехал ладно поедем за тройкой audi 2 литра турбированный бензиновый мотор о вон она поворотики пошли ладно буду ехать и кайфовать его мои окей сейчас ребятки остановимся покажу вид какой ребятки знаете эти которые уходят с такими антеннами они кого-то по gps трекер вот кого-то еще теперь взяли бинокль теперь смотрят на какого-то там этого пуму какую-то который отслежит я думал китов отслеживать не нифига смотрите какой сейчас я пойду докопать прошу кого еще вот она антенка смотрите какая клевая вот они рейнджер у всех бинокли я не вижу так далеко и как-то там это какая ребятки так ладно сейчас узнаем кто чё почем потом мельюсь ребятки помните тот выпуск хондоров здесь не обитает короче здесь обитают фондеры и завтра мы поедем в парк хондоров их там целых семьдесят восемь штук и недавно был скандал нашли двух мертвых притом убитых и вот у не сейчас просили она говорит она кондоров они высматривают мари спросил горит а вы видите сейчас или нет в бинокль все бы лупились она говорит мне сейчас сейчас нет поздно для них они спят уже наверное бай бай ушки свои дела и мы едем дальше обалдеть вон он серпантин просто в гору уходит как цыгане я вам отвечаю без ли планки без ничего вот это да вот а вот и цыгане а это темно кожи а мы по ней не поедем блин она потому что вот сломанная вот она там живут люди вот их почтовые ящики там дома я думал нам туда хотел сказать ну все поехали в горы кстати ребятки через почти 30 миль это хайвей закроется потому что он обвалился и вглубь уже страны мы поедем по другой дороге что очень жаль но когда отремонтируют дорогу мы еще по ней прокатимся потому что просто реально был овал и просто снесло кусок дороги прям туда в океан вот так вот скала упала так что на всех сайтах везде все говорится это не есть туда там сломано это будет только через 30 миль а нам ехать еще две мили вот так что едем так как так я просто не могу камеру выключить вот 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 иди вон туда дальше едем я просто в шоке вот люди тут на парковались жара на улицу насколько нет 59 градусов не совсем так жарко 15 градусов ну и безветренно вот в чем мне нравится мы едем реально вдоль океана абсолютно безветрен небольшой ветерок что характерно океану но не порывистый какой-нибудь там тайфун или чем такое или мистраль но тут мистрали нет а вот тайфуны здесь бывают так что вот ребятки сейчас мы приедем и я вам покажу где мы будем вандировать камни валяются на дороге они падают потихоньку а вот этот папа с мамой с этим фургоном который мы обгоняли они короче приехали в металле вот такой дом на колесах и катаются теперь обалдеть так едем и уху ребятушки мы прибыли в файфер национальный парк сейчас бомбим машинку здесь и я мельдусь ну вот ребятушки вот мы приехали куда идти туда идти вот и фол туда прямо вот здесь и туда так что все ребятки мы прибыли в национальный парк в таком обличии шортах но футболочки баруси тоже такой же пляжный вариант так сказать и короче ветерок там сверху дерево колышет очень хорошо идем посмотрим сейчас вот он ватафол четверть мили посмотрим вот такая вот тема здесь ребят царите труба и я уже вижу океан в трубе холодно блин еще и ветер сейчас посмотрим что там вот ребятушки вот такой вот вид водоросли бирюзовая лазурная вода такая океан и тут написано вот трейл все туда год идем смотрим вот мы пришли к первой дестинации смотреть тут толпа народу не вот вот они на водопад смотрят там дальше дорога закрыта видите но сам факт то что отсюда видим водопад он там вдалеке сейчас я вам покажу обязательно смотрите так ребятушки вон этот маленький ручеек и к нему не спуститься под ним можно было бы и душ принять лишь маленький такой струй какой того как у сингапурского льва изо рта такая струя большом водопаду доступ закрыть а вы все равно пойдем вот офицеры парка реально здесь вот тоже вон там вот они стоят закрыли пол дороги и с той стороны вон видно вот этот обвал все закрыто так смотрите какая прелесть вон туда верба уйти и там разжечь костерчик поставить палатку вот ребята тоже написано палатки нельзя все короче вот идем как вам такой номер аляска на огромном таком форде f350 ухренеть хорошо так мы сейчас пойдем вдоль речки прогуляемся еще раз потому что и на водопад а тут вдоль речечки сейчас посмотрим что там есть мазута привык так короче ребятки вот большой ваннером который мы планировали на три часа но он закрыт из-за обвалов маруся гуглила и люди говорят ходили туда нормально дорога не расчищена еще как все из обвала но пройти можно и вот маруся говорит никто на нас не смотрит и мы идем так пикник и короче чё ну вот уже кто-то отодвинул до нас ребятки короче апруфт можно идем вот тут раньше было дерево тут было дерево тут и задул колодцы хрен деревья поспилили для дороги смотрите вот водопад а вот домик есть идея иди я тут пойду иди сюда вот тут столик есть для пикника я хочу потрогать воду теплая холодная я надеюсь у меня ну нормально не ледяная так вот смотрите ребятки столик грильница то есть раньше можно было мусорка видите закрывается такая хрень чтобы медведь не пришел и еду не поел вот как-то так деревья такие прелестные прелестные мы идем дальше так надеюсь реально миша мы не придем к миша в гости к миш или куме блин как клёво тут а это чё это же не редвуд да это какой-то 3 не знаю такой как прелестно ребятки ладно то все все будет однотипное по моему ну пока очень повеселее будет я вернусь короче маруся здесь нашла рай с вандерингом я вам отвечаю и меня как хвостик за собой таскает теперь приучает вот один водопадик маленький вот второй говорит не умеешь на доске больше кататься учись пешком ходить вот вот учусь миш 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 не то мы миша здесь вот обвалы всего деревья поналомала дорогу размыло сквозь папоротники датичи то сараи какие-то да видите да куда я попал вот прыгай ну я красотища свежий воздух чё там но тот рейл это чьи-то дома вон ну понятно что в дом нельзя идем ты уверен что эта дорога я ее вообще не вижу тут дерево сломалось миш они не идут за нами нет вас еще ребятки некоторые мои знакомые знают я умею по медвежьи разговаривать если чё мы его встретим поорим друг на друга так что вот надеюсь этого не произойдет вот дорога вот это она это охренела маш пошли куда деваться камни горит на дорогах валяются не расчищена маш здесь принципе дороги нет посмотри это все размыло все свалилось а здесь не дороги все ем и вон там по мелкотей да пошли да вон она идет да здесь прям по воде а дальше ну давай иди давай-давай-давай тёп-тёп как-нибудь там не глубоко вот я вот здесь боюсь это рухнет подо мной если вы знаете это как держится моё ё не здесь вообще не вариант ты чё прошла как ты сюда прошла скалолазы где а вон большой мост огромный ты маша так не пугай не тормозить отрезки я думал кто-то уйдет я честно даже не рейнджера боюсь который скажет вы чё охренели здесь лазите кто-то читать не умеете я скажу нет дяденька не умею это да я вот его не боюсь не очень как бы что идем но еще последние крики будут записаны на эту камеру речка туда идет не а здесь тоже есть а вот хорошо пошли пошли до водопада потом зато хорошо видите с чем мне приходится бороться вот она у меня же шило в одном месте она не сидит нигде не вот куда-то идет меня зачем-то за собой тащит так ну пошли вперед а я снизу хочу давайте там посмотри высоко вода дорожка сюда идет вода вот она о да клёво а иногда мне нравится вот то что она меня с собой тащит вон водопадик до первого медведя да пока она меня тащит за собой и заметьте это ты про медведя пошутила а то я обычно говорю мишки она читает бесится и кричит нету медведей тут прям чуть ли не до скандала со скандалом вот водопад миша нету не кричи я хочу чтобы он понял что я здесь если он здесь пумы где сервис а трейл закрыт мосты есть сервис чё все по-американски вот дорога наверх идет туда куда то а все марусь мы приехали короче как понял сейчас видимо у нас только сломанный да вот про это и говорили что можно дойти но дальше все ну вот ребятки и дальше все красивый водопад ага корень это дерево огромное из трехчасового нашего маршрута видите из-за того что здесь все сломано вышло максимум 10-15 минут хоть и закрыто хорошо значит зацепим другой который тот маленький на который мы вообще не рассчитывали потому что детский да так что если миша нас на обратном пути не сесть то мы увидим тот вот идем пойдем пойдем да ребятушки совсем забыл что что рассказать в прошлой серии рассказывал мы одиннадцатого числа вот сегодня у нас двадцать восьмое двадцать девятый какой у нас число 7 у нас сегодня 28 апреля 11 мая мы летим в л и я рассказывал в прошлом выпуске вот здесь перешли вот совсем забыл рассказать то что оказывается еще до элэй элэй это билет на самолет купленный это все уже забронировано до элэй оказывается еще было забронировано мы едем на машине нет за ты же это вперед забронировала чем мы нам мы купили машину позже я сделаю по ней ревью и расскажу еще почем да и мы едем на машине через вегас то есть восемь часов до вегаса по долине смерти и вегас мы не заезжаем просто пилим дальше на гран каньон и на каньон золотой антилопы и соответственно пустыня смерти и все это ништяк будет 28 мая так что ребятушки конкретно не отписываемся вот дорога идет вверх которая мы изначально думали ну нафиг это на самом деле трейл и мы идем на нем по нему так что вот ребятки будет гран каньон это все в мае будет элэй будет каньон антилопы ребятки это просто вообще мечтаю вот кстати антилопы я хочу увидеть больше чем гран каньон потому что гран каньона гран каньон туда вниз не спустишься и не полазишь я так думаю он попробуем мы посмотрим мы еще подумаем насчет вертолетиков что будут стоить и возможно невозможно вот что мару все пришли и дорога обратно вниз туда где мы были да ну короче здесь все поломано смотри ну вон тут водопад был все короче ребятушки вот как то так туда за дерево и туда вниз пошли нет тоже нет как понимать это каньон трейл мы туда не планируем оказывается планируем на эволсон трейл а чё закрыт идем идем на мини трейл ни у кого не бывало такого чувства когда ты идешь по лесу птички чирикают все ништяк и у тебя кажется будто за того кто-то следит мне такой вот что тут трейл класс и мишка нарисовал может куда там закрыта а мы там с той стороны шли ну пошли вот мы же изначально сюда не должны были заходить мы вон там ушли по той стороне а теперь идем по этой стороне вот разницы нет да днем красота смотрите водопад всякие прыгать буду колени подказенные водится красота там перейдем прям прям идем а вот наш один камушек смотри камушек 1 2 3 10 ну давай по крышку земля сыпается еще все усыпается почти вышли вон там вот и уже можно людей слышать вот давай по этому дереву пройдем а я хочу олега приветки серёжа акробат олега хоп 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 не вы это видели это видели а а ты куда нет стой марусь вот и делать нечего я тебе отвечаю стой стой голова голова давай только не давай не падай я сфоткал давай поехали так ребятушки ответственный момент вот табличка где написано до нота enter и вон идут люди нам надо как-то вылезти чтобы нас никто не видел что мы вообще внутри были тем более рейнджеры беспалевая куча людей идет я на солдышке сижу держать можно теперь кофе я там пошла горит в туалет короче опять наша мазута ну пойдем вниз на другой хайк да вот идем теперь на легкий который разрешен да ребятки на ней катаемся мы еще семь дней сегодня суббота понедельник мы забираем нашу машину ганс курс скажу короче это ребята ого нифига себе короче начинаем с того что эта машина mitsubishi outlander gt по лошадям 227 по мотору 3 литра в 6 атмосферник никакой турбины никаких вариаторов коробка чисто автомат ребята эта машина полной комплектации не короче все есть я даже полюбил больше чем тигуан я думаю пока не знающих я на ней пробы делал пробов прокатку все вроде ништяк сарай огромный сарай только джетти можете прикинуть на газу ли нажмешь больную аж трясет вот тигуан да тигуан это хорошо мой любимый тигуан я просто готов кипятком писать ради тигуана ну блин ребят 40 косарей не серьезно когда наш аутлендер стоил 35 но автохаус нам в 5 косарей сделал скидку представляете просто грит забиа тысяч не косарей правильно марусь говорит короче нам сказали но он 35 стоит чувак забираешь его у нас вот есть зондер ну короче очень крутые скидки если берешь простой аутландер то мы две штуки скидываем если берешь джетти то мы скидываем 5 я как услышал я вообще даже перехотел тигуан вот так что акцент мы пришли все это весь trail ну вот ребятки короче садимся в машину едем ну как раз я вам хоть успел рассказать вот про нашу машинку вот поедем в понедельник забирать ее красного цвета кожа белая внутри вот что вне офигенная у нее офигенный мотор ребят оптика диодные ближний свет дальний свет против туманки стояночный все л и дешне ну там просто я грудь я ее из-за фар из-за мотора просто вообще люблю ну потом сделаю полное ревью чего да как да почему опять да реально машине полный фарш так что вот идем садимся в машинку и я думаю на этом мы наш выпуск закончил вот такой вот мини хайк был который должен был в три часа длиться но видно не судьба когда не приедем когда будет все здесь открыто и 1 хайвей когда будет открытый парк когда откроют кстати парк лету откроют расчистят все эти обвалы и вот мы сюда взять на вернемся так что давайте до следующего выпуска целую все в пузико а куда мы поедем я расскажу в следующем выпуске в следующем выпуске